как я попал на выставку павильоне космос это было очень неожиданно смотрите звездная вселенная давайте посмотрим что здесь у нас вообще есть и так понимаю ракеты всякие спутники и так далее вот они дать их посмотрим посмотрим что тут есть ладно мы посмотрим что поинтереснее ну собачка это кто спутник 2 антенка ведь какая узкой направленности далеко принимает собачку запускали это скорее всего что-то типа солнечной батареи я так понимаю спускаемый аппарат спутника это спутник же ну привет в чувак скафандрия скафандр беркут макет один к одному завод звезда акаде академика северина начало разработки 1964 год масса 20 килограмм понятно а плюс еще 40 килограмм систем системы жизнеобеспечения ну там еще что-то написано что-то написано сами почитайте алмаз я так понимаю что это головная часть ракеты как раз с человеком ну-ка что это многоразовый возвращаемый аппарат пилотируем его ракетно-космического комплекса алмаз но как 76 год натуральный образец написано друзья соляйте на всякие технические вещи ракетки ракетки что что это такое жидкостный ракетный двигатель нк-43 натуральный образец какого года так а где год ссср ну ладно неважно 67 год скорее всего вот еще один двигатель но в 70-е годы уже отказался от этого проекта поскольку это было первое это было достаточно дорого во вторых престижный уже это было не так поскольку уже первое на сайте старость и тем же того автоматические станции у нас уния у нас и в принципе выполняли все эти работа которые мог сделать человек в полярку если А в основном, в ней протоколирована поверхность, или даже, вот представьте себе, здесь мы делаем реабилитация, после того, как у нас была готова, автоматическая станция в Украине, она и делала в Украине, еще сфотографическую операцию ее сторону, которую мы с вами прикинули, когда снимки приобретели просто буквально, и здесь уже оказалось целое событие, а спустя какое-то время, может быть, бесить или но, Подними голову, станция Мир, СССР, поднимаем голову, вот она, хотите посмотреть, да, как она устроена, вот, пожалуйста В натуральную величину, вот так вот она и выглядит, эта станция, видите, состыкуемые модули Пройдемся чуток здесь Здесь, а что нет-то Так, а это что? Это типа буран, ну, естественно, уменьшенная копия Порадую вас немножко космическими видами, друзья Назовем это видео, как я побывал в космосе на станции Мир А почему бы и нет Давайте немножко пофантазируем, что мы тоже можем слетать в космос Не буду сейчас поддерживать ничью версию Просто вам показываю Всякие аппараты Так, а вот она, снаружи-то как его Смотрите А вот это, я так понимаю, двигатель Энерго Че? Энергомаш РД-170 Ну че, мощняцкая Штукенция Я сейчас и наверх поднимусь И там покажу все Сейчас, сейчас, друзья Это, я так понимаю Более близкая к реальности По размерам Модель бурана Немножко полетаем Модули Ух ты 3D Интерактив Ну че, неплохо Вот я, честно говоря, не помню Когда я последний раз был под куполом Смотрите Вот эти спутники Такое чувство прямо еще с советских времен остались Потому что я еще помню Ребенком сюда ходил И вот они так и висели Реально А вот он купол Блин, интересно сделали Смотрите Прям земля Очень красиво Да, и здесь тоже висели Купол Там звезда под куполом Честно говоря Впечатляет Юрий Гагарин Реально фантастика Как будто в фильме В каком-то фантастическом Смотрите Какие штуки Что это? А, вот он, шарта Я так понимаю Это такой Трехмерный экран И на нем Ну да Это все экран И на нем, видите Поверхность земли Что, довольно интересно Красиво Оригинально Центр управления Полетами Ладно, здесь, конечно, интересно Красиво Но мы идем дальше Вот туда Надо показать Что там Наверху Вот еще один аппарат Панели Солнечных батарей Еще один аппарат Тоже солнечные панели Полет в космосе Продолжается Друзья Как я попал в космос О, там скафандры Я не туда пошел Хотя я хотел Хотя я хотел Ну ладно, еще посмотрим Что, это шарик какой-то Актуальный вопрос Не правда ли? Какой формы земля? Да вот какая Геоид Сфера, но Такая вот Сплющенная Геоид Эллипсоид И сфера Так что Извините Но тут Вопрос открыт Какой он на самом деле Форм На полюсах планеты В кратерах Которые постоянно Оходятся в тени Есть водяной лед Поэтому ученые Предполагают Что там есть Простейшая Органическая жизнь Меркурий Это Меркурий Похож на луну Вот так вот Это Меркурий Это Меркурий Венера Венера Самый яркий На небе Объект После луны И солнца Смотрите Типа там Такая поверхность В 1979 году Луна И другие Вновь 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 Объявленные Общим Распределением Человеческого Однако Всего Пут Спустя Трень Человек И Вновь Восход Вновь 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 Ее видно С земли Несколько Часов После заката Солнца Перед Его Венеру Принимали За две Разных Звезды Утреннюю И вечернюю Веспер И Люцифер Как интересно Ну что ж Вот мы И Добрались До нее Я не знаю Что здесь Можно Конечно Увидеть А Закрыто Да Закрыто Я думаю Можно попасть Туда По лестнице Ничего 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 не видно Что ж Что ж МКС Ну ладно Хоть так Покажу Снаружи Ну Вернее Это не МКС Это Мир Та самая Мир Которую Квант Та самая Мир Которую Затопили Кстати Вот эта коробочка Это тоже Спутник С солнечными Батареями Которые Видите Раскрываются Какая она Интересная Коробочка Прям как Инопланетный Аппарат Куб 0093 Понимаешь Еще один Спутник С антеннами Параболическими Видите Да Вот они Солнечные Панели Давайте посмотрим Теперь Что там Здесь Скафандры 60-й год Используется Он На двух Другах Полета При стажде И при посадке Спускаемого Аппарата Вообще Когда Союз Начали Проектировать Изначально Конструкторы Отказались От скафандров Поскольку Они Занимали Много Места Были Достаточно Тяжелые Но Ради Экономии От них Отказались Но В 1971 Плотом И Зашла Серьезная Храгедия А Запускается У нас В астрополарат А в этот момент Пасмонавты Перестают Отвечать Внуков Прибывает Спасательная Помада На место Посадки Открывают Внуков Дружат Шезон Три Пасмонавтов Внуков Отставит Адобровольский Мертвы Оказалось Что На высоте 100-ти Систем Миллиант Километров Произошла Разная Ради Люди Ради Погибли Фактически На место Да Убываются На несколько Миллиант А Несколько На них На место Находился Скафандор Они Увышены Потому Что В принципе Отзываются Систем Нет Молок Возле Этого Программа Стоит Упокой Смир Заморожен Для того Чтобы Полностью Внутри Успе Оборудовать И можно Успе Успе Людей Успе Успе На симпат Анфе Космическое Успе Герметический Шлем Гаша 6М Откидным Смотровым Щитком Забрало Современные Скафандры Ну прям Как Во всех Фильмах Господи Это Неужели Это Скафандр Неужели Это Скафандр Это Это Халат Какой-то 73 Год А Ну какой же Современный Если Это 73 Год Тоненький Тоненький Вообще Че Это За Скафандр Так Вот Это Понадежнее Выглядит Во Смотрите Роскосмос А Вот Что Да Вот Современный 2006 Год Масса 110 Кг Система Жизнеобеспечения Ну так Нехило Весит Как Передвигаться Прямо Интерстоллар Какой-то Ух ты Диван Нацепил Сзади Да О Смотрите Типа Внутри Не знаю Можно это Показывать Надеюсь Что Не придерутся С авторскими Правами У вас крошек Не будет Вам кусать Не придется Ничего А крошка Это Опасное Явление На Арбитальной Станции Ну Она летает Она может попасть Ну например В глаз Это будет Неприятно Но не смертельно Если в какую-то Систему Арбитальной Станции Это уже Будет Более Серьезно А Здесь же Можно увидеть Небольшую Бритву Она тоже Немножечко На земную Не похоже Там есть Строенный Болюсон Так Иллюминатор На станции Ну и еще Мы с вами уже Сейчас заканчиваем Экскурсию Но я хотела бы Вам показать Вот здесь Видео Ах так Так Немножечко Он потрясает Да У нас Смотрите Встают они В 6 утра На них нету Сменного Какого-нибудь Графика То есть Ночи Выступает На всей Дистанции На МВС 6 утра Это по Глинвич Слово Ремни По всемирному Первое Что делают После пробуждения Это Сматривают Станцию На предмет Каких-нибудь Побеждений Вдруг Что-то Случилось Если Все Ну В общем Друзья Это тут Будник Космонавтов Так Ладно Ну Сейчас Наверное Уже Буду Завершать Этот Обход Жалко Что Он Туда Нельзя Из-за 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 Пандемии Закрыт Доступ А то Можно было бы Внутри Походить В этой Станции Мир Техническая Копия Так как Станцию Мир Затопили Это просто Копия Техническая Ну что ж, друзья На этом Наше путешествие в космос Можно считать Успешным Потому что действительно Я путешествую в космосе Объясняю Павильон называется космос Так что Я не на йоту вам не наврал Я побывал в космосе Теперь вы поняли, да О чем я Кстати, я до сих пор сейчас в космосе Надеюсь, вам все понравилось Если так, то ставьте лайки Пишите комментарии До новых видео И всем добра А я еще здесь немножко полетаю в космос Здесь очень интересно Особенно, видите, Земля Так, надо ее получше увидеть Без этой вот штучки торчащей Ох Вот она Наша красавица Земля До новых видео И до новых путешествий В космос Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok